Доброго всем голубя! В этом видео будет показана вторая часть игры Игнатия и Вадиме в Bombogun. Если ты не видел первую часть, то посмотри её, так как там объясняется правило игры. В этой серии я буду чуть-чуть разговорчивее, однако болтать больше всех всё равно будет Вадимей. Короче, смотрим, ну или слушаем музыку. Здесь онлайн такой маленький, что мы типа вдвоём сейчас играем? Да, онлайн тут небольшой. Тут всё комьюнити игры помещается в один сервер в Дискорде. С битами можно, если что, сыграть, но они лёгкие и там немножко отличаются. Ну там максимум отличия это то, что при игре с ботом ты не можешь скинуть три карты в начале, что иногда подбешивает, так как может говно выпасть. У тебя просто половина колоды говна будет. И ты не сможешь её заменить. Ну вот, кстати, я могу сейчас попробовать провернуть многоходовочку небольшую. Не особо провернул. Ну сойдёт. Гопник и этот Чухан, кстати, довольно-таки бесячие карты на самом деле, хотя мне кажется, их многие не любят, потому что типа кажутся бесполезными. Но на самом деле, так как они тебе будут всего одну очку действия, ты в первый же ход можешь аннулировать ход противника, если ты ходишь вторым. То есть вот теперь, положим, я походил домиком, а гопник, который у тебя есть, он хавает домики. Ты на первый же ход ходишь. Да, ты дамажишь себе хп, но зато у тебя преимущество небольшое возникает. В том плане, что ты просто от противника. Ну с углавниками поаккуратнее надо. И ещё напоминаю, что если у тебя прям вот совсем нет атакующих, но у тебя много ресурсных, ты можешь набить экономическую победу. Просто по 10 жилья и по 10 еды набить. Это, конечно, сложно, но я так несколько раз побеждал. Причём это особенно угарно, когда противник не ожидает. Он тебя дамажит, дамажит потихоньку, а у тебя просто так не везёт, что атакующих нет. Кстати, да, вот это довольно занятная ситуация. Допустим, мне могут падать одни атакующие, но я не смогу их разыграть, так как ресурсов нет. Погоди, а разыграть в смысле ей походить? Да-да. Я всё думал, что значит разыграть. Ой. Ой. Рассинхрон. Абдрис тены случился. Что? У тебя чёрный экран сейчас был? Нет. А, у меня чёрный, это, рассинхрон произошёл. Такое бывает. Вот у тебя сейчас какие показатели? Ой, пять. А, еды... Пять, два, три. А у меня? Пять, два, один. Вы можете так критично. Кстати, ход сейчас твой? Или мой? Мой. Ну, тут да, бывают рассинхроны. Раньше прям пиздец часто случалось, потом пофиксили. Вот когда, получается, чёрный экран мигает, и потом начинается дичься и всякое творится. А хп у меня, кстати, сколько? У меня один. Ну, без трёх. Сколько? Без трёх. Что без трёх? Ну, без трёх сердечек. А. У меня одна броня и 7 хп, да. Ну, вроде как ничего плохого не случилось. А то, ну, типа, когда такое случается, лучше левать сразу. Вот, кстати, Барон, у тебя сейчас побольше еды, ты мог бы сейчас экономическую победу сделать. А мне нужно и то, и то набрать? А, по 10. Ну, и то, и то. Будем. А, да, я говорю, по 10 еды и жилья. О, кстати, вот сейчас прикольно. Я скинул карту, мне как раз попалась та, которая нужна. Я докидываю ещё одну, юзаю класс, и могу походить десантником. Много холодовочек. Ну, скажем, некоторые карты ближе к концу игры не так уже полезны. Вот как, например, гопник, который мне сейчас попался. И его лучше просто скинуть. Ну, там смотрят ситуации. Вот, в данном контексте у меня, например, ну... Не, ну, в принципе, может быть полезен, потому что у тебя 6 домиков. Я могу их два забрать. Ну, с другой стороны, зачем, если у меня есть другие карты, которые делают то же самое. А, всё, пиздец. Пиздец. Так. Интересно очень. Так, а у нас там чё? Я не помню. Десантник выбыл. У тебя много жилья. Это означает, что ты сейчас можешь меня засрать с картами, которые могут... Ходят за жильё. Ну, я, короче, предохранюсь. И сделаю то, чего не делает Даша. И... Немножко отниму у тебя это. Вот, кстати, мне сейчас бомба попалась. Но я не смогу её нормально применить, так как у меня всего суммарно 9. То есть 6 плюс 3, 9. И у тебя 7. Но это будет ничья, если я её кину. Хотя можно и пошаманить. Ну, вот, предположительно, ты меня в следующий ход вынесёшь. Хотя... Подожди. Ну да. У тебя много ресурсов накоплено. У тебя, конечно, может быть... Может не быть атакующих. Но я могу сейчас перестраховаться и сделать ничью. Либо я могу рискнуть. Сыграть в защиту. И... И скипнуть ход. Я походил бы блатным, но он мне ценную броню отнимет. В данном контексте это... Невыгодно. Хотя я не думаю, что у тебя сейчас много атакующих, так как у меня они в основном. Допустим, так. Ну вот раз пошло. А, всё, пиздец. Не, я просто думал, что тебя не хватит на целых два. На целых два чего? Ну я думал, что две карты не хватит для того, чтобы тебя убить. Не, а там подсчитывай. Ты, получается, сначала кинул конника. Он четыре брони снес, как раз, которые я в прошлый ход себе сделал. И демона, который мне шесть снес оставшихся. Какие у меня дрестяные карты. Какие? Ну одни атакующие. А, блядь, мне не хватит. А я могу скинуть. Можешь скинуть, да. Нет, не нужно. Ну, давай вот так вот. Ну, я, кажется, сделаю не самое умное решение. Но я заюзаю квас и в первый же ход себе схожу в столовой. Можно было бы... Ну, пожеру. Пойду пожеру. Но это, возможно, мне пригодится на третий ход. Вот после этого. Так как у меня есть блатной. И он успешно может спить что-нибудь. Вот еще одна столовая, отлично. Даже если я теперь похожу в блатной, мне вообще урона не будет здоровью. Ну, если ты мне сейчас, конечно, броню снимешь. Вадим. Что? А, блядь. Прошу прощения. Привет. Завис. Вадим, завис. Так, давайте я делаю вот так. Опа. Обманка. Так. Хорошо. У тебя много брони. Но... Ну, кстати, у меня теперь нет смысла блатным ходить. Ну, кстати, у меня теперь нет смысла блатным ходить. Будет пустая трата. Ну, плюс по браге. Ну, он пройдет плохой. Мог бы, конечно, блиндаж поставить, но у тебя, по сути, сейчас нет ресурсов, чтобы разыграть что-либо. Ну, кроме вот такого, да. Чего-нибудь мелкого. Некоторые карты, кстати, очень даже похожи между собой. И, типа, держать их две одновременно не имеет смысла. Например, холодец и паук. Холодец наносит на один урон больше. Ну, и только на одно очко действия требует больше. Поэтому паук в этом плане немного хуже. Ну, или лучше, наоборот. Тут не бывает конкретной ситуации. Потому что, мало ли, может быть, тебе будет не хватать очков действия, чтобы что-либо разыграть. Поэтому там надо смотреть эту ситуацию. Вот, кстати, мне бы сейчас класс пригодился. Я бы себе накинул одно очко действия и сходил бы траншей. Но я к вас прибыл еще вначале. Ну, чтобы продемонстрировать, как он вообще может работать. Ой, блядь, какие мне дрессиные карты, на самом деле. Я бы сказал, ябланские. Кстати, вот еще один момент. Если ты хочешь к вас приберечь на будущее, ну, то есть, допустим, сходить, вот у тебя ноль очков, ты использовал класс, у тебя одну очко, у тебя в следующий ход не будет на одну очко больше. У тебя будет сто, сколько у меня. Поэтому его не сливать просто. Так. Ну, что я могу сделать? Я могу походить вот этим фестивалем уникальным, так как он мне брони добавит и ресурсов. Так как вот ты там в разнос пошел и траншеи закрывается. У меня просто атакующих нет. У меня говно. 32. Все атакующие, как я понимаю, у тебя в основном преимущественно. Угу. Ну, я могу сделать вот так вот. Поби... А я ничего толком сделать не могу. Положим так. А, ну отлично. В принципе, ну можно. Можно сходить как летом. Две брони, правда, свои потрачу. Ну, сверху вот еще одну верну с помощью столовой. Зато у тебя сейчас ресурсов нет вообще. Но так как у тебя много очков действия, ты можешь и ресурсы разыграть, и вообще все что угодно. Поэтому навряд ли это имел какой-то смысл. Ну, предохраняться надо. Напомните об этом, Леша, пожалуйста, с Дашей. Так, а допустим, я вот так сделаю. Угу. Угу, угу, угу. О, прикольно. А, не, не прикольно. Я так не смогу сделать. Или сделаю. А, все, понял, да. Так, сейчас главное не обосраться в очень сложный штурм... Ну, короче, это... Мозговый штурм. Так, то есть 3,5. Ну да, получится вот. Вот так вот. О, неплохо. Пиздец. Так, вопрос теперь, что мне делать? А, ну, в принципе, все просто. Исключительно броню и чем могу атаковать. У меня брони даже нет. Кстати, вот еще один совет, который даже не от меня, и который мог... От Даши? От Даши? Совет от Даши? Одного чувака с Дискорда, с которым мы играли, который меня, можно сказать, учил. Ну, как бы не, умелая сам, но вот первые игры я с ним проводил. Типа, вот если, допустим, у тебя есть и беляшная, и землянка, которые в сумме стоят два очка диста, чтобы сходить, и дают, ну, в одинаковой степени то же самое, что дает одностоловая, ты можешь сходить ими, так как у тебя выбывают две карты, и тебе выдадут две карты новые. Но это было актуально давно, когда еще столовая брони не давала. Теперь она дает броню, единичку. Так что тут уже ты отдумай сам. Ну, вот такой вот лайфхак. Если ты можешь скинуть равносильные карты, которые будут делать практически то же самое, но ты их скинешь больше, чем одну, возможно, лучше выкинуть их, так как тебя может дропнуть что-то хорошее на следующий ход. А может и не может. Ну, я говорю, это очень сложно и ситуативно. Уметь. У меня это скилл большой, аж полить целых 20 часов на игру. Ну, кстати, я, походу, пососал в очередной раз. Потому что брони у меня нету, их у меня нету, я могу только вот это сделать. Все. Надо рестать себе ресурсов и сдохнуть. Вот, кстати, о чем я говорил. Карты слева закончились, их нам снова раздает. Ммм. Прикольно. Вот если бы было физическое издание этой игре, я бы купился на самом деле. Ну, все. Да, прикольно. Не хватает только, чтобы как-то можно было в несколько играть. Да, да. Ну, потому что оригинальный он тоже как бы был рассчитан на двоих. А он одинаковый прям? Нет, такая версия он отличается чуть-чуть. Ну, там баланс. То есть, он сначала вышел одинаковый, потом они балансили там, в зависимости от наших отзывов мы им писали. Мы с ними играли даже с разрабами. Это не разрабы DR, блядь, которые типа наняли комьюнити-менеджера и типа общаемся, хотя на самом деле нет. На самом деле, в натуре с народом общаются. Вот, кстати, сейчас сделаю... Вот у меня сейчас, кстати, заинтересные карты для начала игры. Не хватает только чуть-чуть ресурсов. Так, ну-ка, если я сброшу, мне повезет. Не совсем повезло. Не ладно. Да. Я хоть и могу сейчас сходить, но я... наверное, оставлю. Так как я думаю, что у тебя может быть чухан, предполагаемый. Поэтому я не буду тратить сейчас еду, чтобы ты ее не спил. Тут как бы все наперед надо продумывать. Угу. 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 Вот я не потратил еду, так как ты бы ее... на этот ход бы у меня ее отнял. Теперь я могу сделать следующее. Я могу потратить еду, которую я собирался потратить на первый ход, но не потратил, так как предусмотрел это. И могу нанести неплохой урон для начала игры. Правда, теперь у меня ресурсы нет. Угу. Ну, я могу сделать то же самое, в принципе. Блин, а вот... Сейчас, конечно, я немножко себя в очко вогнал, потому что... Атакующие неплохие есть, а разыгрывать не совсем. Совсем нечем. Правда, у меня, кстати, возникает интересная идея. Очень приятно то, что я сейчас все вижу. Ну, это надо дожить до восьмого хода. А, еще это, кстати, не получится сделать, так как ты себе тоже много брони набил. Ну вот сейчас я могу пустить вход гопника, так как ты себе много домов набил, и мерника, которых я берег. Ну и заодно сверху бронеси. Насрать. Блин, не подти, ладно, как-то. Ладно. Запустим тип. А, блядь, обосрался, ну ладно. Чуть обосрался там немножко. Так, теперь моя мега-ультра-многохудовочка под угрозой. И да. Да. У меня уже не получится ее реализовать, к сожалению. Скорее всего. Но я все равно сохраню эту ядерную бомбу, так как если у меня будут дела плохие, я просто в ничье смогу увести. Там уже не смогу. У нас сейчас, по сути, по 11 всего. Только у меня 8 хп и 3 брони, а у тебя 7 хп и 4 брони. Так что ядерная бомба нас не убьет при любом раскладе пока что. О, вот сейчас очень сладкий ход, так как я сейчас ношу много брони, задеваю хп и еще всю еду забираю. Отжал последнюю еду у романчика. О, блядь, так много. Не получится. Так, завтра, кстати, же капутиль будет. Ой, завтра, не знаю, ну как бы, ну только если вот то, что мы сегодня творили. Хотя... подфармить, плюс ежедневку забрать. Ну ежедневку надо теперь каждый день заходить, Владимир. И в лаше тоже, кстати, иначе тогда мы вообще никак ничего не сможем сделать. то я уже понял, что я обозрался. Я еще попуфар хочу тебе купить. Все, подсели на капучину. А я не знал, что там такие режимы есть. Я думал, типа, тупо скучно строить. Ой, вот сейчас накормил меня говном. Я бы сейчас тебя вынес ядерной бомбой, если бы ты мне не снял столько хп. Мне бы хватило ее пережить. А теперь я в говне сижу и с такой... А, нет, слушай, я сразу побеждаю, так как у меня есть вот это. Это ровно 4 тебе хватает. Ой, блин, какие карты там 300. Играем на Дашу. Так, раз, два. Ну, похуй. О, вот сейчас неплохо. Опять-таки я намеренно пропустил ход, так как предосторожность. И, да, вот как раз очень повезло, что ты сходил с землянкой, так как я сейчас уничтожаю. Я пошел этой картой, потому что у нее другим нечего ходить. Так вот тебе и выходит. Я сходил. Я просто думал. Я хочу глянку, или кто-нибудь вообще что-нибудь по бомбогану снимал? А, ну да, снимай, по-моему. Да, я снимали. Ну, кстати, когда я последний раз смотрел, у меня было. Ихи, брат, ты где столько брони насрал? Я тут сейчас заметил. Так. Хороший вопрос. А, ну-ка, ставь. Ничего страшного. Ой, Вадим, и Вадим. Ай-яй-яй. Что такое? Да ничего тут нечего ходить, хотя я могу карту выкинуть. Так вот, а у меня... Первое, что я вижу, заходя в группу, уменьшение потенциальной энергии шарика. Бля, как-то кандристово получилось, что мне опять нечего ходить. А, хотя не я сменю. Вот так можно сделать. Да, кстати, вот сейчас, опять-таки, о чем я и говорил. У меня сейчас две схожие карты по смыслу. И мне как бы все равно, какую выкинуть, наверное, выкинуть только пару послабее. А, а может я зря, я зря это сделал. А, посрался. Надо было... А, нет, в принципе, нет. Ничего не повлияло. О-о-о-о, кстати, сейчас что-нибудь интересное будет. Возможно. Возможно. А, все, интересного не будет. Хотя, может быть... Я, нихуя. Так, алё. Где мои карты? Ой, блин, какие мне адресенные карты. Да, я здесь продую, скорее всего. Потому что у меня про вообще говнющие адресенные. Просто в каубочек. Или наоборот. Так, а... Вот сейчас, походу, точно рассинхром произошел. Я просто... Вот ты сейчас чем-нибудь сходил? Да. А, у меня еще нет. Все, рассинхром. Вот тристовый. Все, у меня игра заблаговалась. Ну, я... Левая. Вадимий, это, может быть, в кипитель пойдем? Давай в кипитель. Тут просто есть карты. Да, это на отмена. Вот так вот мы с Вадимием сыграли в Бомбоган. Помимо этого, как было уже сказано, мы сыграли в Капутель. Вышло интересно, и скоро, если дойдут у меня руки, ты это увидишь. На этом все. Слива голубь. Слива голубь.